Всем здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь представителем проекта Амбассадоры сообщества WebTokenProfit. Мы продолжаем знакомиться с нашими людьми. Здравствуйте, Михаил. Представьте, пожалуйста, скажите, откуда вы? Привет, Антон. Всем привет. Меня зовут Михаил, я с Одессы. Хорошо. Михаил, расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в интернете, работали ли в других каких-то проектах, как это было успешно, безуспешно? Расскажите, пожалуйста. В интернете, в принципе, я работаю не сильно давно. Мой первый опыт – это B2B. Наверное, многие из Украины и из России тоже слышали об этой компании. Покупал сертификат и вкладывал. Ну, грубо говоря, практически вышел в ноль, в небольшом минусе был, но первый мой опыт – это было B2B. И потом вот как-то после B2B уже попал в нашу экосистему WebTokenProfit. Как-то вот так моя история сложилась, интернет-заработка. Я понял. То есть получается, вы вот этот WebTokenProfit, наш проект – это первый для вас проект в интернете, да? Ну, если не считать B2B, то это, получается, да, первый проект, потому что, ну, B2B, честно говоря, в подметки не годится. То есть тут настолько даже, кто поймет, это, ну, очень тяжело сравнивать. Это как iPhone и какой-то кнопочный телефон, я не знаю, может, как-то примерно так. Ну, я с вами здесь согласен полностью. Хорошо. Расскажите тогда, пожалуйста, вот мы все приходим в эти проекты, чтобы что-то заработать, что-то получить. Какие есть у вас вот цели в нашем сообществе? Я, когда пришел, ну, я, как бы, долго сомневался, смотрел видео в интернете. И когда все-таки пришел, ну, поставил себе такую, как я вообще по жизни люблю, приоритеты расставлять, как-то какие-то планы на день, то есть как-то вот, ну, к чему двигаться. Была цель обновить машину. У меня вот Nissan Leaf электрический, я хочу, хотел немножко обновиться, скажем, добавить, продать машину и купить, то есть машину чуть-чуть лучше. Сейчас у нас, кстати, в проекте есть VEKO-авто программа, но на тот момент ее не было, и, как бы, я себе поставил цель. Вот, ну, мне надо было заработать 10 тысяч долларов. Вот я себе поставил такой план, 10 тысяч долларов, чтобы обновить машину. Ну, в принципе, я могу сказать, что я уже в проекте 6 июня, в принципе, я уже этот план выполнил, я могу спокойно забрать эти деньги, то есть мою мечту осуществить, но, как бы, я считаю, что это будет очень опрометчиво, потому что я распробовал, рассмотрел, увидел перспективы, и теперь понимаю, что это, наверное, всерьез и надолго, и мои планы уже как-то, ну, более серьезные, что ли, становятся. То есть я уже что-то большее хочу, стремлюсь к чему-то большему. Ну, это отлично. С нашей программой VEKO-авто, получается, с этих 10 тысяч долларов можно уже заработать на автомобиль немного поярче, правильно? Да, за 30 тысяч, в 4 раза больше, да. Согласен. Хорошо. Ну, аппетит приходит во время еды, как говорится. Ну да, это всегда так. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о своей команде. Есть ли у вас люди, как вы их подключали, где искали, вот, расскажите об этом. Да, у меня есть своя команда, я пришел в проект 6 июня, то есть, как я говорил раньше, у меня не было, в принципе, опыта работы в интернете, тем более построение команды. Ну, я понимаю, что такое команда, я видел в интернете ролики, MLM-структуры, как бы примерно это все понимал. Ну, слово такое некрасивое, рифовод, как по мне. Я вот пришел в проект, я же говорю, я вообще такой по жизни целеустремленный, и вот, если что-то мне нравится, я загораюсь этим, я вот, вот, я добьюсь своего, я разузнаю, узнаю. В общем, я начал активничать в чатах, задавать людям в наших профильных чатах экосистемы, начал задавать вопросы, то, что я не понимал, там, чуть ли не лично Искандеру писал, и, то есть, я получал ответы на свои вопросы, разбирался больше в системе, ну, и как-то обрастал по ходу людьми. То есть, мне в чатах помогали люди, и, ну, познакомился с девочкой тоже с Одессы, и, вот, как-то она мне дала толчок, как-то она, может, во мне, вот, подсказала, увидела какие-то задатки, ну, лидера, может, ну, наверное, лидера, да, такого целеустремленного человека. Ну, как, говорит, возьмем, попробуй, чего нет, ты ничем не рискуешь. И я же говорю, я продолжил активничать по чатам, писать людям, ну, не то, что я писал по личкам, я просто вот в общих чатах помогал, отвечал людям на вопросы, интересующие по системе, по акселератору, в данном случае, с которого я начал. И мне люди сами начали писать, как бы со мной советоваться, мы начали общаться, завязывать беседы. И в непринужденной беседе я людям помогал, и в самом конце, то есть ненавязчиво, я говорю, если интересно, присоединяйтесь ко мне, вот, я во всех четырех проектах, матрица, профитбот, ВТП, акселератор, ну, это на тот момент уже со временем. И если интересно, подключайтесь. И вот как-то так, как-то стало получаться, я в проекте 6 июня, сейчас у нас 25 июля, то есть, грубо говоря, скоро будет два месяца, у меня командный чат, практически уже 60 человек, ну, 55-58 где-то, то есть, там все люди, которые ко мне пришли, люди моих людей, как бы, ну, это чисто командный чат. У меня сейчас есть свой телеграм-канал, тоже начал его раскручивать, то есть, я не рифовод, сразу говорю, то есть, я именно, я по жизни, я вообще играл в баскетбол с детства, то есть, я такой командный игрок, и у меня есть понятие командного духа, то есть, я, ну, кто понимает баскетбол, я, например, лучше паса дам, чтобы команда выиграла, чем забью, то есть, в данном случае, вот, точно так же и здесь. То есть, я каждого за ручку возьму, проведу, расскажу, то есть, работаю не на количество людей, а на качество, пусть у меня их будет немного, но команда будет сплоченная, мне будет доверять, то есть, ну, мне кажется, у меня получается, люди, как бы, отвечают тем же, акции там проводим всякие в чате с моим аплайном и подарки делаем, и такие чисто человеческие отношения у нас, то есть, рифовод, это же, говорю, это очень такое мерзкое слово, мне оно не нравится, я не уверен. Командный игрок, скажем так, да, то есть, это так, в двух словах, могу говорить и говорить об этом. Я согласен, но это вообще отличный результат, как по мне, вот, хорошо, что в нашем проекте есть такая возможность, вот, как создавать команду, и люди, которые, вот, хотят разобраться, хотят зарабатывать, может для себя выбрать любой проект и в нем, вот, развиваться. Хорошо, тогда, Михаил, скажите, пожалуйста, какие, вот, вы видите перспективы в нашем сообществе WebTokenProfit? Перспективы, ну, я вижу, я вообще по образованию экономист, перед тем, как войти в проект, я взял калькулятор, ручку, бумажку, открыл таблицы в Excel, открыл маркетинг-план, и все, вот, сел, вот, скрупулезно циферки к циферке, стал высчитывать, почитал, как бы, цель сообщества, и, ну, что, что меня зацепило, как бы, что, то есть, сейчас есть вот четыре проекта, у нас Акселератор, Профитбот, ВТП и Матрица. Основным, главной целью сообщества WebTokenProfit это создание торговой площадки PuzzleMarket. У нас все расчеты происходят в криптовалюте WEG, WebCoinPay, и вот это PuzzleMarket, вот эта торговая площадка, это, как по мне, я же говорю, экономист, это станет просто апогеем. Как рассказывал Искандер Хасанов, у нас сейчас в сообществе порядка пяти-шести тысяч человек, когда нас будет уже тысяч пятьдесят, тогда эта площадка запустится. И, то есть, ну, своими словами, то есть, настанет товарооборот, как бы, вот эти WEG, они выльются в реальную жизнь, то есть, там можно будет покупать товары, услуги, машины, недвижимость, за мобильный телефон рассчитаться, за мобильную связь, за интернет. То есть, когда мы дойдем до этой цели, я считаю, то есть, наша система настолько окрепнет, что, ну, торговая площадка, это, вот, меня это очень круто зацепило, скажем так. То есть, все сейчас проекты существующие, они очень крутые, каждый по-своему крутой, но мы идем к созданию торговой площадки. Мы популяризируем криптовалюту WEG, ну, как бы, людей приобщаем к этой криптовалюте, все привыкают, ну, в том числе, как и я, я два месяца назад понятия не имел о крипте, и о всех этих словах, и, то есть, я втянулся, то есть, вот, 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 меня вот зацепила торговая площадка, основная цель, как бы, сообщества. Ну, и основная цель сообщества, еще сказано, что, как бы это ни звучало, сейчас, наверное, многие скажут, ну, так не бывает, ну, материальное благосостояние всех сотрудников, всех участников. Нет, ну, так и говорит из Кандарта-Сана, вот. То есть, конечно, это привлекло, я попробовал, и на собственном опыте могу сказать, что это действительно так, и мы растем, развиваемся, и мы только в начале пути, то есть, тем, кто раздумывает, у нас нет такого, что поздно зайти в проект или рано, надо это делать, кто, кто решил, потому что я вот немножко даже жалею, что долго думал, мог бы и раньше войти. Ну, как сложилось, так сложилось, то есть, вот, как-то так у меня. Ну, вот даже Иван Дархасанов вот говорит, что наше сообщество он создал для того, чтобы сделать из нас миллионера, так что это нормально, что так все думают, это, как бы, хорошо, я так скажу. В общем, скажите тогда, пожалуйста, почему вот именно вы хотите... Еще вот, и что мне понравилось... Говорите, говорите. Да, извини, что мне еще понравилось, что, ну, создатель системы Искандер Хасанов сказал, что, ну, заработает каждый, то есть, это правда, то есть, в нашем сообществе зарабатывают все, меньше ты вложил или больше, то есть, ну, я же говорю, это не просто слова на ветер, как бы, и вот еще вот такой посыл, он говорит, ну, я тоже так считаю, что деньги в нашей жизни, да, это, я не могу сказать, что я миллионер, или, там, очень сильно обеспеченный, то есть, ну, я к деньгам отношусь как-то так спокойно, ну, то есть, не знаю, могу, там, и бабушке на кассе, там, какой-то помочь нам, то есть, ну, то есть, деньги, это как инструмент для реализации своих целей, то есть, кто-то хотел художником стать, или, там, ну, благотворительностью может заниматься, или, то есть, ну, деньги, как бы, ну, не давали вот такой возможности, а когда появился такой инструмент, как WebToken Profit, и, то есть, заработок, то есть, это, ну, многие люди, как бы, могут открыться по-своему, то есть, я, например, планирую какой-то благотворительностью может заняться, там, помочь, там, вот, я же говорю, я баскетбол играл, каким-то ребятам мячиков купить баскетбольных, так, ну, как-то особо без рекламы, но есть, там, дети, там, бедных семей, например, кто даже кроссовки себе не может купить, или мячик баскетбольный, то есть, ну, это, я считаю, не так уже сложно, то есть, и мне будет приятно, и, ну, если я сделаю какое-то доброе дело, то есть, как-то, вот, я стремлюсь к этому, не так, что, вот, схватить, заработать и убежать, то есть, тут серьезно долго, могу сказать так. Я понял. Хорошо, почему, вот, вы хотите стать именно амбассадором нашего, нашей компании WebToken Profit? Да, хочу, да, конечно. Вот, а почему, вот, вам интересно именно быть амбассадором? Ну, во-первых, я вижу в этом, как бы, у нас вообще бизнес онлайн, а амбассадор, это, как бы, ну, мы спустимся, образно говоря, на землю, мы, мы общаемся со всеми людьми в чатах, но это виртуальное общение, скажем, можем, видеозвонок, обычный звонок, но амбассадор, это, как бы, выход в оффлайн, то есть, я смогу, то есть, это взаимовыгодное сотрудничество будет, то есть, я смогу людям донести, рассказать про нашу экосистему, про компанию WebToken Profit, про наши проекты, могу поделиться опытом, показать уже свои результаты, то есть, если бы мне кто-то предложил, когда я входил в проект, вот, чтобы мне такую, ну, окажут помощь, я бы, конечно, не отказался, то есть, я, как щенок, которого, ну, собачка, которую кинули, вот, в море, и плыви сам, то есть, я выгреб, я плыву, а теперь, если я буду помогать другим людям, то есть, ну, им будет намного проще освоиться, то есть, ну, у меня куча инструментов, уже есть, как бы, куча знаний, я обрастаю опытом, и, я же говорю, и я, как бы, таким образом, как бы, у меня команда станет интереснее больше, и я смогу помочь людям разобраться, смогу показать, что мы, ну, я такой же, как они, мы все обычные люди, то есть, кто-то, кто-то что-то узнал больше раньше, и вот этим опытом я хочу поделиться, чтобы, как говорится, помочь другим, заработать в нашей компании. Все, спасибо, Михаил, спасибо за вашу инвестицию. Такое вот мое видение вот этой программы «Амбассадор», да. Я понял, хорошо. Спасибо тогда вам за интервью, вот, было приятно с вами пообщаться, познакомиться. Хорошего вам дня. Мне тоже, спасибо заимно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.